так света можешь подключаться по видео аудио все записи поставлены добрый вечер привет как меня слышно прекрасно слышно прекрасно видно у тебя этот нимб над головой я тут просто видеть у меня рисовашки идут не успела переключить как как мне сейчас посмотрю как чтобы все хорошо вот так супер да классно ровный свет свет ровный свет светлана все сейчас мы там будем купаться на слышали такой ажиотаж по вопросам и они видно видны они тебе или нет мне сейчас написано как лучше я тебе буду их читать или ты сама и буду читать лучше читать потому что я если честно первый раз выхожу кому-то в аккаунт я не совсем понимаю где их читать а вот сейчас я удалю все лишнее да вот прямой эфир пусть останется но здесь вот вопросы на эфир и вот здесь очень много вопросов предыдущая статья так скажем предыдущая вкладка пост но первое первый вопрос был о том вот много людей написали мне а для чего вообще тогда жить если я пришел сюда покушать и попробовать этот вкус и максимальное удовольствие которое я вообще могу представить это от еды и мое удивление было что так как это комментировали мастера вот я сейчас нахожусь в таком состоянии что я понимаю что если мне человек говорит что он пришел сюда поесть то однозначно он сейчас еще в таком состоянии когда он еще не знаю что такое жить вот как ты к этому отнесешься что вообще такое жизнь и и какая вообще тогда цель если не самая главная как вот вот эти вот виды различать чувства ну смотрите ребят я же не сразу же тоже поняла вот эти все все прелести есть как если мы будем говорить о плюсах и минусах то наверное я найду как плюсы так и минусы то есть я не скажу вам что давайте ребят все за мной здесь вообще все так классно нет это далеко не так это далеко не всем надо не всем это действительно это не для всех я не говорю что кто-то это не сможет но это не всем настолько интересно то есть что такое другой образ жизни да я не буду называть там эти вот громкие слова что жизнь без еды и потому что очень часто банят канал у нас еще на несколько каналов вводится этот эфир так скажем если у вас другое отношение к еде и когда я была в этом состоянии то наверное где-то года через полтора у меня наступило такое и видение этого мира что а зачем мне это я все знаю я каждый момент своего существования как будто нахожусь в одном и том же фильме который я просматривала уже раз сто то есть человек еще не успел со мной заговорить я понимаю чем он хочет спросить даже не всегда он говорит это но подразумевает именно вот этот вопрос и тогда у меня были мысли выйти обратно на еду потому что я не смог не получается уже словить того кайфа от который люди ловят на еде то есть нет этих всплесков эмоций у тебя эмоция не отпадает у тебя происходит с тобой глубинное чувствование это абсолютно другое когда у тебя настолько все глубоко но вокруг тебя люди то ведь не все такие не все дошли не дошли даже наверное а упали вот в эту глубину в которой ты это я бы даже сказала это не там это там и если бы в меня на тот момент я уже нескольких эфирах рассказывала если бы меня на тот момент не вложили бы знания о клетках я бы не понимала что мой путь только начался и как раз через полтора года до меня дошло осознание что это за жизнь почему она другая как ты можешь пользоваться своим физическим телом как ты можешь показывать людям кто ты есть ведь еда она на определенном вашем этапе она действительно прекрасна она прекрасна во многих проявлениях проявления того как ты готовишь с кем ты готовишь что ты можешь себе позволить это какая-то критериальность выскакивать да в каких-то может быть ресторанах либо домашние бабушкины котлетки это кому-то можешь сделать приятно через еду то есть уже очень много всего выскакивает и чтобы от этого уйти мне мне ребята говорят на самом деле вам не сложно уйти от этого вам непонятно куда идти и мне всегда говорят ты сначала расскажи что там почему мы должны отказаться а потом мы подумаем так вот ребят это не про это это не расскажи куда нам идти а это то чувствование когда вы понимаете что здесь вы переполнились вы стали больше чем то пространство в котором вы существуете и вам через вашу любовь через ваша самость пора переливаться в следующего себя но это не туда как многие говорят то есть я не вижу что вы растете ваши вибрации растут там еще что то вы уплотняетесь вы уплотняетесь и вы становитесь глубже вы становитесь объемнее и это про другие состояния это не про то что уже хочу не хочу хорошо не хорошо а что мне это даст ты не будешь воспринимать что тебе это даст ты будешь воспринимать что ты это есть И это другие состояния. То есть ты же не просыпаешься утром и не думаешь там, о, рука, а что она мне может сегодня дать? Ты понимаешь, что эта рука – это часть тебя. Как ты её разомнёшь, то она тебе и даст из этого мира. Так ты ей, то есть это процесс как туда, так и обратно. И весь твой путь, он становится единым пространством. То есть это уже идёт не на отдачу, это не то, что ты просыпаешься и записываешь там миллион дневников, дневник желаний, дневник благодарности, дневники родавности и ещё какой-то ерунды, которая просто занимает твоё время, которое тебе дано на чувствование себя. И тогда ты начинаешь не про то, что я готов отдать вот это и вот это, а ты понимаешь, что насколько ты в этом процессе готов взаимодействовать, как ты готов жить эту жизнь, каждый момент своего существования, как ты готов в каждом моменте увидеть смерть, как ты готов в каждом моменте смерти увидеть жизнь. И это абсолютно другие процессы. Не знаю, насколько понятно объяснила. Очень мощно объяснила, многомерно. Вот и про жизнь у меня аж каждая клеточка завибрировала. Вот и получается, для чего человек живёт, мы вот собственно и разобрали. А стоит ли думать, что сейчас или произойдёт когда-то после смерти? Стоит ли об этом думать сейчас? Вот такой вопрос. Может быть, я вам скажу какие-то банальные вещи, банальные фразы. Но ведь смерти-то не существует. То, что вы меняете свой аватарь, вы же вы меняете только лишь потому, что вы не прочувствовали, что вы должны сделать в этом аватаре. Как только вы прочувствовали, что это такое, что вы должны сделать, у вас не будет никакой смерти. Вы можете как в этом аватаре нести самого себя в этой плотности, так и вне этого аватара нести себя в иной плотности, без потери памяти, без ещё чего-либо. И это уже абсолютно другие процессы. Но о ней говорить, наверное, смысла нет, потому что пока вы этого не прочувствуете, это становится просто каким-то философским бла-бла-бла. Но вы это каждый можете почувствовать. Именно поэтому я на ретритах, ребята, раскрываю, чтобы они почувствовали, что вы не вот это вот я частица чего-то, всё частица меня, а именно ощутили вот эту вот глубину и неуёмную вот эту вот мощь, пространство, которым вы являетесь. Это немножко про другое. И когда у вас идёт это чувствование, тогда у вас не возникают вот этих вот вопросов. А есть ли смерть? А что такое жизнь? А есть ли сон? А что такое вне сна? И вот эти вот вопросы, они как бы переливаются в я в каждом мгновении. То есть это получается тотальная проявленность, да? И там уже, ну тут вопрос был, потому что сейчас многие люди озабочены вот сейчас что-то сделать, чтобы потом после смерти что-то было хорошо, чтобы этот переход состоялся, что-то там было лучше, чем сейчас. И вот сейчас вот эти практики делают. И ты считаешь, это всё, ну опять же, как дневник желаний, да, писать постоянно, то есть делать какие-то практики, не зная вот этой связки твоего проявления максимального здесь. Ну, вы знаете, на определённом этапе я бы, наверное, сказала, что это хорошо. Мы же себя прощупываем через многие моменты. И я это всё проходила. Я не могу сказать, что это был какой-то нехороший этап, как-то его оценить, не обесценить. Нет, ни в коем случае. Просто когда вы уже проявляетесь, то вы не идёте в практике чьи-то, чтобы через какие-то программы прочувствовать себя, а вы идёте в тотальную жизнь, потому что когда вы начинаете что-либо делать, программировать, вспоминать, вас выбрасывать из пространства, вы находитесь либо в прошлом, которого уже не существует, то есть оттуда перетягиваете чьи-то программы, чей-то опыт, пытаясь встроить в себя как свои знания. То есть нам кто-то может, кто-то транслирует свои знания, то есть я транслирую вам свои знания, когда они выходят из меня, они становятся информацией. И вы эту информацию можете принимать, можете не принимать, но как только вы её пропускаете через себя, это становится вашими знаниями. Но пока вы не пропустите, это будет просто информационное поле. И вот очень много идёт застревания, когда вы берёте из прошлого, то есть кто-то сказал, кто-то сказал, это уже сказали, это уже прошлое. Вы берёте из прошлого вот эти вот какие-то знания, вернее, какую-то информацию, и очень часто, когда вы берёте, вы уже, если вы себя отследите, то в 99% вы их берёте для того, чтобы у вас был вот такой-то результат. То есть вы из прошлого переносите себя в будущее и пытаетесь здесь себя отследить, что вы чувствуете, и сходится ли вот это вот с этим. Но как только мы начинаем себя интерпретировать через голову, что мы чувствуем, нас откидывает назад. То есть что мы чувствуем? Мы говорим, я чувствую вот это. А это чувство, когда ты его в голову запустил, через мозг пошёл, вот в это чувствование, то ты уже не в моменте, ты уже не в чувствовании, ты уже в интерпретации этого чувствования. И ты уже здесь. И вот это вот постоянное недовольство, что я что-то не доделал, что я что-то не дожал, что я что-то ещё, только лишь потому, что ты себя неосознанно выбрасываешь как бы назад в прошлое, пытаясь ощутить, что ты ощущаешь. И у тебя идёт нестыковка, что ты планировал, как ты будешь себя ощущать, потому что там же описано, для чего эта практика. И получается, ты мечешься между прошлым и будущим. А в жизни себя поймать не можешь. И вот как только есть понимание, как поймать себя вот здесь, тогда вот это вот всё просто, оно становится таким, вот оно просто... и всё. Это уже становится настолько неактуальным, настолько серым, эмоциональным. А здесь происходит чувствование через ощущение тела, чувствование самого себя. твое тело – это твой проводник. Ты через тело доходишь до чувствования, и ты понимаешь, что чувствование, оно вне тела. Тело в самом чувствовании. И тогда ты каждый момент времени, когда тебе нужно быть в любом пространстве, ты можешь через ощущение опять возвращаться в любое, в любую плотность, любого пространства. Я не знаю, насколько это понятно, я объяснила, но у нас очень мало времени, поэтому я пытаюсь всё это как-то запаковать, закапсулировать. Скажи, пожалуйста, сколько у нас времени? У нас часик времени. Была ли тяга поесть у тебя за эти два года, помимо того, что ты хотела свернуть из-за непонимания каких-то определённых процессов психологических, а именно физическая тяга? Как ты её наблюдаешь? У меня физической тяги особо не было, потому что, как уже многие ребята знают, да? Я сейчас пишу две книги, одна будет такая про пищевую цепочку, как выйти из этой пищевой цепи, а вторая будет автобиографическая. И как раз я автобиографическую, то есть первая книга, она, конечно, выйдет за грани пищевой цепи, там я буду рассказывать такие моменты, что у нас тело делает по каким-то причинам, по каким-то не делает, какую травку нужно пить, для чего, какие процессы будут происходить, как и что, чтобы у вас было чёткое понимание, то есть там всё будет пошагово, чтобы я в эфирах это много на это время не тратила. А вторая книга, она будет автобиографическая. И почему я хочу её написать? Мне это даже не столько для кого-то, это для себя. И туда я прям, как бы это ни было некоторым непонятно, я прям запечатаю те моменты, через прочтение этой книги вы начнёте себя вспоминать во внутриутробном состоянии, в детстве какие-то моменты. А для чего я это делаю? Для того, чтобы понимали, что это не случается, как многие думают, вот я сейчас перестану есть, и у меня просто будет феерия всего, и я начну там, у меня начнутся проявляться какие-то способности, какие-то таланты. Это не так. Я знаю достаточно людей, которые переставали кушать и обратно возвращались, потому что для них это было, это не была их жизнь. Но я могу сказать, что первое моё осознание себя, которое я сейчас могу вспомнить, и которое я опишу, описываю это в книге, это восемь месяцев. Да, восемь месяцев. И через восемь месяцев я вспоминаю внутриутробное своё состояние. и восемь месяцев со мной происходили такие вещи, которые мне, я вспоминаю, что рассказывала мама, рассказывала мама ещё кому-то. То есть я изначально была тем ребёнком, у которого был определённый мир, я бы, наверное, так сказала. Это определённая структура физического тела. Она ничем внешне не отличалась, ни в коем случае. Но я не любила есть. Я не любила есть с самого детства. И если вы знаете, как бы, кто помнит себя, кто рос, например, там в 70-е, в 60-е, у нас же не было такого, как сейчас, там, детей, там, телефоны, куда пошёл на два часа, вот, чтобы я тебя видела, там, ещё что-то. Или вообще там с детьми ходят там до 30 лет за ручку. У нас было тебя с утра, у родителей пошли, тебя с велосипедом, с Лёвушкой выставили за дверь. Вот. И ты катаешься до вечера, пока тебя не заберут. Меня из садика выгнали, меня выгнали из двух садиков, поэтому я не ходила в школу, ой, в садик. И я всё детство провела на улице. И, естественно, родители как бы, кто кого отследит, куда, чего, там, покушали, не покушали, там, в лучшем случае, если там кому-то в гости забежали, тебя чем-то накормили, попить это из колонки. Раньше на каждом углу стояли эти колонки у нас. Поэтому, ну, как-то не было такого. Единственное, когда родители понимали, что я там, например, не ем и не пью суток девять, то они били перевогу, потому что они не понимали, ну, как это можно. Я всегда была лохматая, всегда волосы были выгоревшие, всегда была как негритёнок чёрная, потому что я всё время была на улице, и очень худая. И два раза меня ложили даже в больницу с дистрофией. Не потому что я плохо выглядела, а потому что понять, что там со мной происходит, какие процессы, почему я отказываюсь от еды. Ну, через какое-то время, как бы, вписались, потому что у нас есть стандарт 14 дней, в тяжёлом положении 21, поэтому меня через каждый день недели выписывали. Но это происходило со мной в принципе изначально, в принципе, с детства. Вот. И поэтому, когда у меня случилось, через болезнь же я зашла, у меня не было желания еды. И когда у вас, если вы начнёте практиковать, у вас тоже не будет желания поесть, у вас будут страхи, у вас будет социум, у вас будет всё, что угодно, только нежелание есть. Но вы всё вот это вот будете закатывать в желание поесть, потому что по-другому вы не понимаете, что с вами происходит. Вы не понимаете, откуда пошёл этот страх, вы не понимаете, как социум, почему социум так на вас реагирует. Это всего лишь отражение вашего страха. Но тело, оно как не может болеть, как не может уставать, как не может хотеть есть, это факт. Единственное, что вам никогда не скажет, не соврёт, ничего не скажет, никакой неправды, это ваше тело. И у меня тут недавно был такой, я не знаю, как назвать, флешмоб, да, называется это по-модному. Я себе решила устроить, мне было очень интересно, насколько я смогу быть в состоянии, например, бегать в сутки. Я даже начала снимать это, а потом думаю, ну что я буду мучиться с этой камерой, это же, если не зафиксировано кем-то, то это и не поверят. И я же это делаю не для кого-то, а для себя. И вы можете верить в это, можете не верить, это уже только ваше. И я бегала сутки, ну как бегала? Я, например, забегала домой, проверяла детей, убегала, останавливалась, максимум мне нужно было, то есть я прочувствовала, что моему телу, вашему может быть по-другому. Моему телу на данном этапе, чтобы восстановиться, нужно 15 минут, максимум 15 минут. И вот так вот я с остановками, ну сколько у меня было? Остановок, наверное, 5-15 минут, где-то по 10, ну максимум 15 минут, да, у меня где-то остановок 5-6 было. Я вот так вот сутки бегала, я смотрела, что происходит с телом, как моё тело реагирует на то, что оно идёт в таком процессе, как моя голова на это реагирует, что она выстраивает, либо не выстраивает. И в эти моменты я могу сказать, что, наверное, после первых 12 часов охватывает какая-то паника. Охватывает паника, что твоё тело просто может вырубиться, что ты его настолько не знаешь, тебе это голова говорит, что ты сейчас упадёшь, и тебя никто не найдёт. и вот когда ты отслеживаешь, что происходит с тобой в эти моменты, ты понимаешь, что ты начинаешь жить, когда есть страх, ты никогда не живёшь через тело. Когда есть страх, ты всегда живёшь через социальную программу, которая заложена в голове. и как только ты её славливаешь, она тебе становится неинтересной. И вот эти вот социальные программы, почти что я хочу есть, это только лишь социальная программа, потому как вкус, цвет и запах, они абсолютно разные. Возьмите какой-нибудь апельсин, великолепный цвет, этот вот оранжевый цвет, это просто солнечный, какой насыщенный запах, и когда вы начинаете его есть, на какое несоответствие. Тем более, когда вы начинаете его есть после, если после сухих дней, то вы просто сжигаете всё, вы не чувствуете вкуса. Если вы на каком-то этапе уже такого неедения начинаете что-то там, ну просто сосать эту долечку, то буквально после первых двух сглатываний вы понимаете, что там совсем чуть-чуть вот этой вот этого эликсира, всё остальное, это просто настолько трава, которая неинтересна. И таких моментов очень много. Да, я тебя понимаю, да, ответила ты очень глубоко и развернуто. Я тебя очень хорошо понимаю, это вот если ешь недолго, там ещё какие-то вкусы, если уже долго, больше трёх недель, там уже бумага. То есть ты ешь бумагу и только твой ум помнит, что это было вкусно и говорит о том, что ты чего, ты потеряла вкусы, ты что, хочешь сейчас умереть? То есть как ты, что ты имеешь в виду, когда ты улавливаешь эту программу, это что значит? Ты её обозначаешь, вот я тебя вижу, ты уже, как бы я тебя знаю, или как, что значит улавливаю эту программу? Ну, наверное, это как-то банально звучит, но я тогда просто решаю, что мне её неинтересно думать. И эта мысль абсолютно проходит. То есть что такое страх? Страха не существует. Страх – это всего лишь мысль, в которую мы поверили и которую мы раскручиваем в своей голове. И когда вы её, сначала, и это сложно, сначала вы туда погружаетесь, потом вы начинаете, откуда она мне пришла, а можно просто её не мыслить. Ну, вот, например, там, я держу телефон, да, думаю, он сейчас у меня, он же тяжёлый, он может сейчас у меня упасть, разбиться, и у меня не будет. И там много всего можно напридумывать, вот миллион всего, а можно просто эту мысль не мыслить, потому что, если он упадёт и разобьётся, это будет просто следующий этап вашего жизненного существования. Зачем мыслить о том, чего ещё не существует? Ведь если он упадёт, это всего лишь факт падения телефона. Будет его или не будет? Смогу я выйти в эфир там через день? Или не смогу просто, у меня не будет телефона, я просто не смогу выйти в эфир? И всё, это просто факт. Это не, не про то, что меняет твою жизнь, это про то, что как ты можешь жить в этой жизни? Насколько, и как только ты доверяешься ей, то твоя жизнь на то она и твоя, что она делает только всё для того, что нужно тебе. Но как только ты уходишь от себя, ты начинаешь цепляться за какие-то мысли, которые не принадлежат тебе. И ты уходишь от себя через мысли, и поэтому у тебя мир рушится, происходят какие-то вещи, которые тебе неактуальны, которые, ты говоришь, я этого не хочу, но это случилось. А где ты помыслил так, чтобы произошла эта цепочка? Не мысли это, это просто будет факт. И тогда ты будешь просто наблюдать то, как мир потихонечку начинает подстраиваться под тебя. Ты начинаешь чувствовать себя, ты начинаешь как бы гнездиться в этом мире, чувствуя каждым там плечиком, каждым локоточком. Где? Где это? Где твои границы? Их нет. Границы только в 15 сантиметрах от уха до уха. Всё остальное это то, что идёт чувствование себя. Но очень многие начинают себе опять же думать, ну вот я, например, хочу яхту. Я могу каждое желание, каждое желание любого человека перевернуть под то, что это его желание, либо это социальная программа, через которую он может себя почувствовать значимым. Я загрузилась в прозначимость, то есть это, как это сказать, первичное желание человека поистине, то, что он на самом деле хочет, или это его травма? Ой, у нас травм не существует. Как ты относишься к желанию? чтобы тебе придумали как очередную игру. Смотрите, если у нас не будет травм, нас же все достают из травм, из детских каких-то моментов. И вот если придёшь к психологу, да, я тоже психолог, и я себя так позиционирую, но я всё время говорю, как бы я нетрадиционный психолог, чтобы никого не обидеть, потому что у меня вообще нетрадиционной медицины, да? Вот. И когда ты, когда психологи говорят, ну давайте там посмотрим, что с детства. Блин, ну зачем с детства? Тебе же здесь вызывает что-либо какой-то дискомфорт. Ведь там можно ковыряться годами в детстве, ты же там ничего не расковыряешь, это уже прошло. Это то же самое, что нам обсуждать какой-то фильм, который уже вышел на экране. Мы его не переделаем, мы его можем обсуждать всё, что угодно с ним. Но то, что ты здесь, сейчас это делаешь, вот эти вот, каждую родовую программу, каждый какой-то, какой-то момент, всё время можно его выцепить, вот прям вот феерично, из этого момента, только из этого, не уходя туда. Там ты можешь только осознать, где он был, но осознать ты его можешь только тогда, когда тебя вот здесь вот раз кто-нибудь подсхватит, и ты начинаешь быть здесь. и когда ты здесь и сейчас, ты только здесь и сейчас можешь прочувствовать, что в тебе есть, какой червячок в тебе, и откуда он истинно уходит, где, где его начало, и раз, и выцепить. Это происходит, как правило, в течение 20 минут. Почему у меня ретриты проходят 5 дней, 3 полных дня? Потому что первый день я смотрю вообще на ребят, как они, ну первый день там сжимаешься, там все время, говорит, мы вообще не понимаем, вот все, мы вообще не понимаем, мы приехали, какие-то поболтушки, там еще что-то. Остальные дни мы вытаскиваем, и когда мы вытащили, как бы я показываю, как в этом состоянии, в новом состоянии жить. И когда они понимают, что вот это вот, вот это феерия самого себя, это так просто, что не нужен никакой проводник, что не нужен никакой гуру, что не нужно вообще ничего, там 33 круга ада проходить, для них это просто вот такое вот состояние, что, а что я все это время делал? Опять же, никого не обесцениваю ни в коем случае, но это можно достать только здесь и сейчас, и это все лежит на поверхности. я срабатываю всего лишь вашим триггером, только лишь. Я никого не веду, я никому не показываю светлый путь. Нет, я только привожу вас к себе, потому что вы это просто, это такая машина, это такой космос. И когда вы скрываетесь, я пытаюсь просто за эти несколько, несколько там, дней, часов от вас чему-то научиться. это огромный опыт. Свет, я хочу сказать, что я вот, ну, тоже психолог, нетрадиционной медицины, и действительно, когда я занималась силой рода, мне было это очень интересно, и как только это все прошло, вот как ты говоришь, да, не надо обесценивать какие-то этапы, они действительно сейчас уже неинтересны, неактуальны. И сейчас доходит все до того, что я уже в моменте, в настоящем вижу наблюдателя, который зацепился там в определенном входе, и вывожу туда-обратно, и очень быстро идут результаты. Мгновенно просто матрица меняется, все меняется, ситуации, я просто сейчас сижу, исследуют этот вопрос, и мне интересно, сколько наблюдателей существует, ну, в общем, полезло вот это вот в исследование, но я, ну, это же как бы мое исследование, пока я не могу это там рассказывать, я вот для всех хочу сказать вот в середине эфира, что я иду к тебе на депривацию сна, я хотела узнать, там есть еще места, чтобы люди могли добавиться, и мы уже начали эту группу, значит, открывать, изучать. У нас, по-моему, там всего осталось, ну, туда могут добавиться хоть сколько, но стартуем, мы, наверное, на значили вот 100 человек, сейчас у нас 90 человек там, по-моему, то есть 10 человек, и мы стартуем. Друзья, то есть 10 человек, давайте в эти, в ряды, на старт, добавляйтесь, и мы это будем узнавать, интересную информацию, меня, знаешь, зацепило по группе крови, у меня, в общем, 20 лет моей жизни связаны, вообще я все связала, детей, там, ну, все, все у меня про группу крови, мне вот интересно, что выдашь ты информацию про это, потому что это моя, значит, такая болевая точка, вот, и я из нее сейчас вышла, выхожу, и вот интересно, что сейчас проявляется эта информация, возможно, она для меня будет тоже интересной, актуальной, да, и все про тебя, потому что у меня было три захода в автономию, и третий был с тобой, на твоих, вот этих, в инстаграме, где мы там были в индивидуальном чате, в индивидуальной поддержке, и тогда я вышла в еду, потому что поняла, что каким-то образом кармически я не доиграла какую-то эмоцию, и вот сейчас она за год прожилась, и я сейчас вот реально чувствую то, что ты говоришь, что уже вот все прожилось, все вот вдоль и поперек, и я понимаю, что там, ну, три недели надо на то, чтобы тебя переколбасило, и там уже вот, ну, все, адаптация идет, вот, хотела тебя спросить, когда, кроме как прямо сейчас лучшее время туда заходить, может быть, есть какой-то период, у тебя, я помню, весной ты начала, да, этот вход в автономию? Я весной начала, да, но мы, у нас получилось как, почему весной? У меня есть хороший знакомый, и он по национальности армянин, и там, ну, сами понимаете, армяне, это заступление, то ли, это много-много еды, вот, и этот человек, он, ну, такой, скажем, тоже видящий по-своему, да, я не люблю эти слова просветленные, пробужденные, мне кажется, уже такие изъезженные, и не очень люблю, в общем, он такой, вот, и он говорит, я, говорит, готов уже на, в очередной раз, пойти в автономию, но, чтобы не было никаких разговоров, со стороны родственников, давай, говорит, зайдем в пост, великий пост, потому что там, многие его соблюдают, если, говорит, я зайду в великий пост, меня никто, если я буду не кушать, меня спросят, я скажу, ну, я как бы на посту, и все, пощусь, или как это правильно называется, я говорю, давай, и он начинался, в тот год, он начинался 15 марта, да, 15 марта, но, я уже настолько была готова, я только вышла с двух, с двухмесячного, по-моему, у меня было как раз, без еды, без жидкости, два месяца, и я вышла, у меня был, по-моему, это седьмой день, с едой, ну, с едой, это, наверное, так грубо сказано было, я думаю, блин, я уже не могу до 15-го ждать, я зашла 14-го, и вот это число, я поэтому запомнила, поэтому это было, то есть, это не какой-то был день, это вот как там, полнолуние, новолуние, там, эко-даши, еще что-то, у меня это было не так, у меня это было просто почувствованию своего организма, вот и все, поэтому, когда заходить, ну, блин, да хоть когда, но вот мы с ребятами ездим, с командой, мы очень много ездим, прям, прям очень много, мы бывают там, в течение месяца домой заезжаем, какие-то там, не знаю, там вещи перестирать, родственников повидать, детей повидать, со мной часто дети ездят, и обратно, и вот со мной ребята ездят, и они, мы с ними не разговариваем у себя про еду, у нас вообще нет разговоров про еду, но они в моем поле, и мы разговариваем о других вещах, они видят там лекции, они понимают, что до сих пор еще удивляются, почему, ну, как так, вроде там со мной уже столько, столько времени ездят, и как, почему каждая лекция, она про что-то новое, потому что информации очень много, я не успеваю ее всю дать, я не успеваю через себя ее выдать, выдать, но они в это время, вот последние, последние особенно месяца, они даже не замечают, как они со мной ездят, и без еды, без еды и без жидкости, и они делают там какую-то работу, причем такая достаточно постоянно, то есть все время там администратор, все время там что-то делает, другие ребята там что-то делают, все время в каких-то процессах, которые, если бы их вернуть в обычную жизнь, они бы сказали, о, я это не смогу сделать, у меня на это не хватит энергии, сил, там еще чего-то, а тут они, вплоть до того, что у меня администратор, когда вышла первый раз, на четверо сухих дней, она говорит, я просто не хочу возвращаться, я понимаю, как это легко, как, почему я не думаю о еде, почему я не думаю об этих всех вещах, но у нее был такой небольшой марафон, ей нужно было сделать забег с ребятами, но не нужно было, она хотела этого, и она говорит, я просто, мой мозг не понимает, как я буду 10, чуть больше 10 километров, чтобы я пробежала на сухих днях, я выйду, ну, там вышла она, ну, на чем там она, пару ломтиков арбуза, насколько я поняла, она съела там, и она говорит, я просто не понимаю, как это, и когда она прибежала, она говорит, это, это как работает, это я практически не ела, на пятый день я съела там что-то там совсем чуть-чуть, и говорит, когда бегуны отдыхали, я, говорит, полезла там куда-то там фотографироваться, понимаете, какой, когда ты, когда ты, научаешься головой, пусть даже головой, цепляться за другие моменты, которые есть жизнь, тебя отпускает все, что связано со страхом смерти через голод, когда в твоей жизни его не существует, то ты по-другому себя ведешь, это становится твоим образом жизни, ты понимаешь, что у тебя все больше и больше энергии, ты понимаешь, что у тебя как, меняется не только ты, твое мышление, как ты, и она говорит, я вспоминаю себя вот еще вот совсем чуть-чуть, пока там сколько там, год, наверное, мы вместе работаем, да, может быть чуть поменьше, говорит, я вспоминаю себя вот ту, и сейчас вот здесь, это, говорит, я бы никогда не поверила, что со мной могут произойти такие трансформации, и это, ребят, не из-за еды, это через осознание, где тебе становится неинтересно, вот эта эмоция, которая идет от еды, самая легкая эмоция, которая идет от еды, это уже про другое, и она тебе неинтересна, потому что это пыль, пыль твоей жизни, а у тебя есть более глубинный, более клевый, когда мы идем в какие-то места, ну, вот представляете, когда мне совсем недавно мужчина спрашивает, ну, а как вообще ухаживать за такими девушками, как бы, ну, не в ресторане, никуда, я говорю, ты что, говорю, есть, говорю, такие места, говорю, можно сходить в какие-то красивейшие места, можно еще что-то, это же, говорю, это, это такое, блин, не знаю, зрительный орган, ощущение, это же вообще, это все про другое, и на следующий день мы с ним поехали, может быть, слышали голубая бухта в Геленджике, это такие места, это как называют русский Бали, это такие места, это такие обрывы, это когда вот осенью, начиная там какой-то вот травкой, и она красная, у меня даже выставлена, в запрещенной сети, там выставлен ролик, я его выставляла даже в Телеграм, вот, это, это просто божественные места, и когда, вот в таких местах, ты думаешь, что вот это, вот это можно есть бесконечно, а просто там, я не знаю, там посидеть, нажираться, когда ты после этого нажираться, думаешь, блин, как бы тебе быстренько сходить в туалет, чтобы там никто не почувствовал, он не услышал, еще что-то, но это все такая бредятина, это столько, я не знаю, столько всего, что с этим связано, как может быть связано с этим что-то прекрасное, которое оно тут же выливается, вонючее, и какое-то стеснительное, но я сейчас уже этого не понимаю, это неинтересно. Свет, я тоже сейчас начала очень сильно активно чувствовать, что, ну, все, все в какашках, ну, все, все, вот это все льется в воды, в воды прора, и вот это вот круговорот этого всего в природе, и я это начала прям остро чувствовать, и понимаю, что прям все знаки, освободить мое сознание от этого. Хотела тебе задать такой вопрос про сигареты, дым, табак, и электронки, которые сейчас модны среди молодой аудитории, как ты отнесешься, если твои дети захотят это попробовать, и быть в этом, и вообще, в чем ты видишь связь, ну, почему люди туда, там, почему это привязка, где они не реализуются, почему они это помещают, или как? Ну, я вообще, я считаю, что это дело каждого, я, конечно, не полезу, но в моем присутствии этого делать не нужно. Я не хочу, я же, когда человек курит, когда он курит никотин, сигареты, да, я вижу, что с ним происходит, когда он курит вот эти вот, я не помню, как их называются, пластиковые такие, я вижу, как у него прям вот эта вот слизь, как лизун, вместо легких лизун, и это так неприятно, я не знаю, не могу сказать, что будет, если дети, если дети захотят это попробовать, но у меня сына старшему 16 лет, он не пробовал, и он к этому относится как-то так, что, ну, мне зачем, он ни алкоголь не пробовал, ни это, не потому, что ему сказали, я с ним разговариваю, он знает, что это такое, но вот он с детства, ему это было неинтересно, он может съесть какой-то там поддог, или гамбургер, это он может сделать, ну, чтобы вот что-то вот такое, он говорит, ну, зачем мне, мне в этом мире хорошо, чтобы уходить из этого мира, в какое-то измененное состояние сознания, нет, как бы младший сын, он у меня такой вот оторван, я тоже не знаю, но, по крайней мере, на сегодняшний день, если ему нравится какой-то человек, и он знает, что этот человек курит, взрослый, там, подросток, еще что-то, он моментально перестает с ним общаться, у него какой-то вот прямо остопак, и когда мы с ним начали разговаривать, почему он говорит, ну, просто неприятно, говорит, ну, это же, говорит, как, ну, от него воняет, у него мозги думают по-другому, то есть он видит, он моментально считывает информацию с мозга почему-то, он видит, как работает его мозг, причем, когда я заглянула, я увидела так же, но я никогда раньше, да, не обращала свое внимание, действительно, у человека, который находится в дыму, неважно, что он курит, у него, вот эти вот капиллярчики, они как спайные, и если, например, какая-то информация, какое-то решение вопроса, еще что-то, у него может пойти вот так вот, да, то если он находится в любом дыму, то у него за счет склеивания каких-то капилляров идет какой-нибудь вот тонкой-тонкой тропкой, и он не может решить какие-то элементарные для себя, не для меня, а для себя какие-то элементарные вещи, которые он мог очень быстро, вот так вот просто щелчком решить, если бы у него не было вот этого, этого желания, вот так бы я, наверное, сказала. Так, благодарю. Здесь такой вопрос про создателя восприятия реальности, ой, когда человек находится в осознанности, в моменте здесь сейчас, он является наблюдателем, создателем, драком, или чем, кем. А я же ответила на этот вопрос, ты есть пространство, кого тебе нужно создавать, ты уже все создал, тебе не захочется что-то менять, тебе не хочется что-то там принести, ты просто настолько наслаждаешься тем фактом, потому что, тем фактом того существования, что есть вокруг, потому как, что бы ни случилось, это все твое, ты просто, вот у вас что-то не случается в вашей жизни, не потому что не случается, не потому что вам что-то кто-то не додал, а потому что у вас нет внутреннего чувствования, что это все ваше, вы не можете отдаться этой жизнью тотально. Вот приведу такой прям банальный пример, который связан, пусть будет со мной, да, и я вот на марафоне желаний, а как на марафоне желаний, деньги это просто, я тоже там об этом буду говорить, но просто уже подробнее. Я, когда писала определенную главу книги, я думаю, блин, и вот я понимаю, про какую бы я главу хотела бы написать, и думаю, вот чтобы мне погрузиться в это состояние, вот классно было бы, если бы меня бы откачали волны. И это подумала и начала заниматься какими-то своими бытовыми делами, там полыбала, что-то такое, что-то прям совсем такое, обыденное, что делает практически каждый человек. И буквально, наверное, минут через 30-40 мне позвонил знакомый, говорит, Свет, я сегодня, говорит, мне нужно поработать, говорит, чтобы меня вообще никто не дергал, говорит, я на целый день, говорит, снимаю яхту. Не хочешь тоже просто поработать там в каждой своем уголке? То есть понимаете, как оно моментально реализуется, когда ты понимаешь, что ты и есть эта жизнь. Твоя жизнь мимо тебя не пройдет. Твое тело мимо тебя не пройдет. Не бывает такое, что ты пошел в туалет, а тело пошло на кухню. И когда ты и есть эта жизнь, она не может пройти мимо тебя, она становится тобой. И все, что тебе нужно для дальнейшего чувствования этой жизни, оно будет идти через тебя, чтобы ты еще больше и больше это чувствовал, больше и больше это ощущал. По-другому не может быть. Я пока вам говорю, забываю вопрос, который вы задали. Поэтому, если что, меня поправляете. Я могу далеко уйти. Нормально все, супер, классно. Я вот чувствую иногда вот такой момент, что ты, возможно, чувствовала уже, что будет дальше. И просто зарегистрировала в пространстве вот это состояние. Да, и это было как нежелание, а просто естественный процесс. тут такой вопрос про стантурья. граница между сном и бодрствованием. Мы подошли к этим вопросам. Был ли опыт входа в это состояние? Как перейти на эндогенное дыхание? И как связаны соны дыхания, соны бодрствования? Есть ли различия? Вот что-то из этого. Смотрите, ребят, вы в какой-то период у вас стирается грань между сном и явью. Что такое сон и что такое я? Конечно, когда человек кушает, то он очень многие моменты забывает просто лишь из-за того, что у вас идет перезагрузка. И я об этом тоже все расскажу на депривации сна. Но если вы себя просто вспомните, например, вы когда не спите и вы когда спите, вы же тоже там. Просто вы вне физического тела. Но вы себя ощущаете в другой плотности, там какие-то моменты. То, что вы понимаете, что вы вне тела, вы думаете, вы всегда думаете, что вас ограничивает тело, ограничивает вас не тело. И поэтому вам кажется, что я сейчас во сне могу сделать и то, и то, и пятое, и десятое. Очень часто бывает, что вы просыпаетесь и хотите досмотреть какой-то сон. У кого-то даже получается, кто занимается осознанными снами, у кого-то нет. Но тут же дело какое, что вы себе сами разграничиваете на определенном этапе явь и сон. То есть, когда вы возвращаетесь как бы в свое тело, вы себя интерпретируете там по знакомым шторам, по каким-то ощущениям, по знакомому голосу, по имени, которым вас зовут. И вы думаете, о, это я, я проснулся, а там был сон. Но на определенном этапе, я потом это тоже расскажу, мы просто сейчас не успеем это переговорить, у меня потом следующая будет конференция англоязычная. и когда у вас проходит вот эта тонкая грань яхи и сон, то у вас сна нет, то есть сон в общепринятом понимании с какими-то снами его нет, то есть ты можешь ложиться, ты можешь закрывать глаза, и ты можешь вот в этом состоянии вне тела быть в других плотностях. И там ты можешь делать все, что угодно, но ты четко понимаешь, да, да, время, мне уже пишут время, но ты четко понимаешь, что и там ты, и здесь ты, просто там ты находишься в иной плотности, где у тебя нет социальных рамок и социальных программ. И если, например, здесь по каким-то критериям, пусть даже социальным, ты не можешь дотянуться до какой-то информации, то в том состоянии, в той плотности ты спокойно берешь эту информацию, можешь перенести ее вот сюда, вот в эту плотность, вот и все. И там, и там ты, только эту границу ты можешь растворить в определенный момент. Поэтому как такового сна, то есть на еде он идет как перезагрузка, и я потом вам расскажу, что происходит с нашим телом, в какие часы, какие вибрации, как они влияют, почему группы крови у нас больше 108, как они определяются плотностью, вязкостью, цветом, цветом, вот, и там очень-очень много всего, и как по группам крови, ну просто как барашки в нескольких загонах, так, сейчас будем вот на эту группу крови, будем вот этот, и вам кажется, что вот это ваши мысли пришли, и вы живете с тем, что вам кажется, что ваши мысли вот так вот начинают мыслить, и вот с этим состоянием вы переформатируетесь во сне, в том сне, когда вы не понимаете, что вы, это тот же самый вы, только вне тела. Может быть, понятно? Супер, супер, так понятно, что хочется продолжать. Поэтому, друзья, переходим к Светлане, оплачиваем вход, и уже идем в депривацию, там у меня много вопросов, я знаю, что высшее мастерство, я слышала, это китайцы были, у кого-то есть экзамен, где ты во сне можешь управлять твоим состоянием, и высшее мастерство, когда ты уже другими во сне, которые тебя там окружают, кого-то там придумал, тоже ими уметь управлять, то есть они вот это практикуют во снах. Вот. Есть и такое, я тоже об этом расскажу, если будет вопросов, чем больше будет вопросов вопросов в марафонах, в любых, тем интереснее эти марафоны будут, ребят, потому что это все останется в записи ровно столько, сколько вам нужно будет, то есть вы себе берете эти марафоны, они у вас постоянно, то есть вы можете пересмотреть и что-то новое всегда увидеть. Поэтому, конечно же, чем больше вопросов, тем я приветствую самые каверзные, самые такие, на которые вот она точно не ответит. Задавайте. Да, мне писали в личку много вопросов, на которые ты не ответишь, много юморных и так далее. Ну, друзья, чем вы будете активнее, тем будет больше и интереснее, и будет, в общем, классно. У меня еще вопросы остались по тому телу, ты сейчас шикарно, классно выглядишь, я знаю, что были моменты, когда был переход, и там было, менялось тело, да, были же такие моменты. Ну да, конечно, я доходила, до 32 килограмм я доходила, а потом я набирала вводы очень, очень такая, достаточно плотная была. Вот, оно меняется под те запросы, то есть, как только я формирую цель, оно всегда меняется под те запросы. Вот, просто я, по камере это одно, а в жизни это другое. Вот, и вы никогда не увидите такой, какая я есть, только наяву, потому что, ну, я, наверное, не тот человек, который будет постоянно показывать там себя в купальниках, там какие у меня есть, ли кубики, нет ли у меня кубиков, какая у меня грудь, какая у меня попа. Я все-таки на то, чтобы слышать меня, слышать, больше слышать. Ну, тем не менее, слышать, но мы же в телах находимся, поэтому очень хорошо. Поэтому на ретриты, на живые встречи, и там можно будет меня и пощупать, и многие-многие вопросы. задать. Да, живу в доступе, вот она, живая света, оказывается. Это не искусственный интеллект. Да, кто живет в Сочи, либо где-то близко, то 29-го мы на Красную Поляну едем. Можете присоединяться 29-го, 30-го, воскресенье обратно. 30-го у нас будет там восхождение на Взерпинский карниз. Вот, а перед этим у нас будет такие поболтушки, вот, где я повскрываю каждого, кто там будет из новеньких, так скажем, чтобы не в нашей команде. Вот, поэтому, конечно же, жду вас всех. До послезавтра. Да, мне нравится с тобой общаться, в какой-то момент входишь в состояние, вопросов больше нет. Все понятно. Здорово. Спасибо вам огромное, спасибо, что пригласили, было очень приятно отвечать на ваши вопросы. Мало времени, но такое бывает, потому что мы можем болтать бесконечно. Людечка, благодарю тебя. Есть еще вопросы, так что, если что, придешь к нам еще. С огромным удовольствием, да. Да, все, в записи прослушают люди, отпускаем Светлану к следующему эфиру. Вот. Друзья, вот, кстати, мы что-то хотим вслух вопрос задать, а мы так и не успели. Вот, поэтому, ну, как-то и руку никто не поднимал. Я представляю, как может быть еще лучше. Так. Кристина. Девочки, здравствуйте. Ну, раз никто вопросы не задает, я хочу просто поблагодарить вас обеих за прекрасный эфир. Люблю вас безмерно. И одну, и вторую, и вот, и одну, и вторую прям слушаю и обязательно тоже иду на этот марафон. Я и собиралась, но я просто ждала. Посмотрю, уже дело близится. Да, да, да. Близится, уже надо, 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 поэтому, да, благодарю еще раз тебя, Юля, что ты организовала эту встречу, и Светлана тебя тоже, потому что ты вообще вне солнца, свет, и все хорошее. Спасибо вам еще раз, и до встречи на депривации. Пока-пока. на депривации. Да, на депривации. Здорово. Здорово, Кристина, что ты вышла. Еще больше Светом тут окатила, поделилась. Всего вам доброго, друзья. Если что, встретимся на марафоне у Светы. завершаем.